Из бутового серпухов, из серпухов ступина. Сначала народ пытался, но потом дожди, которые были еще ночью, всех сильно, видимо, дезморалили. И, видимо, дождиков и влажности испугались, мокроты. Вот один только Рома едет ко мне. Ждем его и выезжаем. Пробег должен быть у меня к концу дня в районе 170-180 км. Все, удачно. Ты по дороге завтракал, что ли? Я думаю, что так картошкой пахнет. Там тебе насыпали? Я просто в шоке. А что, кетчуп не оставили? Сверху бы полили. Вот моя палочка с сахаром. Спасибо. Мы сейчас мелкими поедем дорожками, так что надеюсь, что не будет особенных проблем. Зеленые пешеходные, поехали. Зеленые пешеходные, поехали. Ах, да, я не сказал. У меня запланирован двудневный маршрут. Ступина ночевка в гостинице. И своим ходом до дома или для Домодедова хотя бы. Свернули скалушки налево. Сейчас ищем мостик через Пахру. А вот он вон. Ничего себе ты дал. Повыше вчерашнее видео. Не, я предлагаю пешком все-таки. Ну и нафиг. Тем более тут так красиво. Это пахра. Какая? Пахра. Ага. Ох, ё. Тут что-то. Тут что-то какая-то фигня с дорожкой случилась. Сейчас немножко походим. Ты свои заглушки успел одеть или так? Надел, надел. Ааа, хитрован, хитрован. Ну да. Очень скользко, аккуратно. Наверное, на свеженька на свеженьке. Не, это нормально. Само захват. Само захват. Ух. 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 Продолжение следует... 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 Полдень. Пекло началось. Там жарят хорошо. Тучек стало поменьше. И ветер даже горячий. Больше особенно интересных участков не будет. Оказывается, я забыл про еще один подъемчик. Нижняя Шахлова. Не успели. Насквозь. Прямо насквозь. Населенный пункт Кущино. Уже соток километров, наверное, если не больше. Уже почти серпухов. Ветром несет. Можно не крутить. Но машин стало побольше. Ромик не сдается. Молодец. Держится. Хотя давно сказал, что уже выпахался. Формально мы въехали в серпухов. Теперь надо до центра докрутить. Также давайте смотрите Consumer Golfs. Ольга. 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 Это было предполагаемое место обеда всей нашей большой компании. Слабаки. Учитесь. Стоически. Ты, наконец, раскатился, мне показалось, что второе дыхание появилось. Я чувствую, что оно откроется. Что-то он все день отбывал. Спасибо, Вася, за очередной. Укатал. Ты едешь домой, будешь ли я ругать, выдвигать. Чуть-чуть перекусили. Сейчас я Ромика провожу на вокзал и дальше ломанусь в Ступино. Спасибо. Давай, включись на электричку. Я буду запаковываться. Спасибо за компанию. Отпиши, да, из этого, из пункта, из точки назначения. Ну, я что-нибудь отпишу, что доехал. Ну, давай. Хорошо тебе тоже доехать. Тебе там по прямой еды дома, да? Тебе по прямой еды дома. Да, да. Кайф. Соблазнительно звучит, но нет. Ну, все, Вася, давай. Давай. Ага, дальше. Пока. Выбраться из Серпухова на классную дорожку и катить. Усталость какая-то уже есть, конечно, но еще не критично. Эти горочки я уже помню. с попутчиком осенью. В прошлом году меня провожал до Серпухова парень. Блин, забыл, забыл, правда ли. Заповедник. Приокская терраска. Вот. Там вроде как зубры даже. Да, здесь зубры. Вот веревочный парк какой-то. В общем-то мы получаем удовольствие от того, что не напрягаемся. видимо. Так что, ладно, поехал дальше. Населенный пункт Игумнова. 53 километров в час. Передачи больше нет. Настораживает спускаться вниз. Значит, потом будет подъем вверх. Физкульт, привет. Привет. Очередной раз Никто не доехал до самого кайфового участка. Дороги пустые. Ветер в спину. Лес красивый. Ни холодный, ни жарко. Просто кайф. Населенный пункт Прилуки. Дорога упирается в забор. Проход запрещен. Нужно вот вокруг этой территории по тропинке будет обойти все это. Немножко погулять. Окей. Пойдем погуляем. Ну да. Так же я в прошлом году ездил. Объехал по этой лесной песчаной дороге. Частную территорию. Забор. А дальше тут такая офигенская дорожка. С этой стороны продолжается в лесу. Там высокий противоположный берег Аки. Тропинк. Тропинк. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Когда трафик еще приемлемый, я еду сейчас по кайфу, прохладненько, хорошо, не жарко. Пятерочка с девяти. Упаковался в эти четыре бутылки воды, конечно. Клямки от музет, они конечно врезаются в плечи больно. Надеюсь, что этот подъем не придется преодолевать с этим грузом. Это будет жестоко. Подъехал на КПП. Охранник объяснил, что сейчас он не пропустит. В списках посмотрели меня нет. Прием их 12 часов. Сейчас 10, тогда пускать начну. Поэтому полтора часа минимум созерцать природу. Покататься я еще не успею. Поэтому посижу, наверное. Посмотрю. Покататься. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продукты передал, сигареты передал, передачку забрали. Стёпу её не увидел, поеду домой. И сразу этот подъём, я уже половину проехал, сейчас 6% уклон, 6, 5, 15 метров набрал, 400 метров до конца. Сейчас будет перегиб, дальше будет 3%. Пока пятёрочка. Подъём к трассе шёл, а у меня маршрут нарисован, чтобы поменьше на трассе находиться, через вот такую дорожку, через деревню. Дорожка не очень, но зато живописная и без трафика. Колёса только у меня, 6-1, на гравин их было бы вообще зашибить, хоть всю дорогу так езжай. И вот я уже на трассе. Движение быстрое. Не очень приятное. Ну ладно. Намёк на обочину присутствует, уже хорошо. Спуск и ремонт дороги. Реверсивное движение, наверное. Ну да. Успею. Надо успеть. Реверсивное движение, наверное. Что у них-то светофори, ещё красный. Ну и бабочка. Пульс 170. Повернул на Васильевское. Подозрительная нет машин вообще ни одной. Такое ощущение, что я в тупик еду. Ну да. Вот, собственно, примерно это я и ожидал. Кошелёвка. Тупиковая деревня. А дальше пошла грунтовка. Значит так. Поехали по грунтовке. Зато без машин. И это было только начало. Совсем мокро. Но предвижу проблемы. Да, не будешь. Ух. В интернете-то. Самое то на сликах здесь. Как я люблю. Приключения. Интересно. Недолго такая фигня будет. Сюда дорога куда-то уходит. Видимо, стоит объехать. Комарики тут как тут. И пошли дальше. Потому что вариантов что-то особенно-то и нету. Куда-то идти. Круглова вода. И колея. С водой. Я был бы не я. Если бы не нашел вот такую дорогу. Так что если что, обращайтесь. У меня нюхнут такие дороги. Виртуальный партнер скотина еще. Издевается. Догоняет. Ну идем в другой деревне. Здесь насквозь небольшая дорожка вот эта. А дальше уже поедем. Этот гребаный оффроуд все никак не кончается. Но тут вот скоро деревня Кишкино. Зато я нашел земляничку. Так. Стало чуть получше. Стало можно ехать. Можно стало ехать. Ехать стало можно. Вот. Ну собственно и поехали. Доброе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Время загрузиться углеводами, ряженько, восстановить минералы, еще взял воды просто, во фляги налить, пятерочка Сильно загружены, в воскресенье вечером в сторону Москвы народ несется пачками, приятного мало Населенный пункт Житнева, сейчас буду налево поворачивать и скат пересекать Субтитры сделал DimaTorzok В общем там затор был, три лежачих полицейских, все на них притормаживают А так вот машины нескончаемой ниткой едут в сторону Москвы Музыка 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 Трекан туда, там шлагбаум, дубик нарисовал, а можно здесь где-то слезть А таки все равно по грунтам скакать Держите. Прошу, пожалуйста, или нет. Спасибо. Сейчас здесь кусочек неприятный, а потом я на правую иду. Основная проблема – эти вот карьерные грузовики. Вон там карьер. Вот они здесь дают жару неприятно. С чего ты не едешь теперь? Такой, короче, оживленный неприятный момент. Учаточек. Зато там есть проезд через заболоте. Вот здесь. Раз. Надо не забыть, что здесь разочек. Иначе там прямо тупик. Я тут как-то уже блуждал ночью. Повернул в сторону Щербинки налево. С ветром в морду теперь. Но осталось недолго. Дома есть птица и мороженка. Давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok